Всем привет! Меня зовут Анастасия Загорская и добро пожаловать на наш канал! Сегодня я хочу показать вам 5 трендовых комплектов на лето 2018 года. Наверняка вы уже знаете, что в тренде этим летом вы смотрели наши предыдущие видео. А сегодня я хочу показать вам примеры комплектов, которые можно сделать при сочетании двух или даже больше трендовых вещей. Я не говорю в этом видео о том, что комплекты должны быть обязательно трендовыми, обязательно нужно все эти тренды себе приобрести и носить только их. Нет, базовый гардероб тоже должен быть и многие комплекты с трендовыми вещами мы составляем на основе базы. Но сегодня я вам буду показывать, есть ли здесь какая-то базовая вещь, какие здесь модные вещи, почему я сделала именно это сочетание, как еще можно было бы носить эти вещи, что сделать с комплектом, чтобы немножечко облегчить его, например, потому что комплекты будут довольно акцентные. Я покажу вам именно такие примеры, а уверена, комплекты с одной трендовой вещью вы уже умеете составлять сами. Ну и вот наш первый комплект. За основу я взяла летящее платье и именно от него началось построение комплекта, если можно так сказать. Платье с цветочным принтом, летящие такой фактуры, очень сейчас актуальны и это здорово, потому что сочетать их можно практически с чем угодно. Но поскольку у нас видео про трендовые комплекты, конечно же я взяла один из самых модных вариантов обуви, это ugly sneakers. Эти кроссовки всегда можно заменить на простые белые кеды. Изначально у меня была сюда идея взять кроссовки и носки, но мне захотелось взять эти, они мне нравятся. И любой вид какой-то вашей базовой обуви сюда подойдет, если эти кроссовки вам не по вкусу. Также мне захотелось взять какую-то модную сумку. Я выбрала такую вот сумку-ведро необычной формы с такой стильной трендовой ручкой. Она белого цвета, в общем она представляет собой квинтэссенцию всех трендов и очень хорошо дополняет комплект. Потому что она с одной стороны модная, но с другой стороны однотонная и мы образ не перегружаем. И поскольку уже три трендовые вещи мы здесь сочетаем, остается дополнить комплект, но хочется уже что-то полегче. И я выбрала простую джинсовую куртку, хотя изначально идея была еще куртку взять с какой-то надписью на спине. И это можно сделать. Но я решила добавить сюда такую простую джинсовую куртку, которую наверняка многие из вас найдут в своем шкафу. И знаете, что в таком комплекте она может прекрасно послужить. Ну и как украшение, я выбрала сюда сережки. Здесь открытая зона декольте. И если снизу у нас вот эти вот массивные кроссовки, переход длин, то хочется чуть-чуть наверх еще добавить акцентов. И я выбрала такие вот сережки, они в виде таких каких-то листьев крупных, в золотистом цвете, не слишком ярком. Будут прекрасно дополнять образ и расставлять акценты. Второй комплект юбка плюс футбол. Это юбка в клетку Виши. Актуальный сейчас принт. И на лето он всегда входит в моду. Она также с таким красивым валаном на запах. То есть она и не банальная. Она модная. Она стильная. Но при этом она очень легка в сочетании, потому что все еще она черно-белая. Что же мы к ней добавляем, чтобы ее обыграть? Это футболка. Простая белая футболка, но с рисунком. Какие-то мотивы поп-арт сейчас очень в моде. И поэтому я выбрала именно такой вариант. Но какая-то простая белая футболка, просто футболка с надписью, тоже сюда бы отлично подошла. В итоге у нас получается довольно простое, но уже трендовое сочетание. Нам нужно добавить аксессуары. Это самый мой любимый момент в обыгрывании комплекта. В моде из-под рилии, в принципе, как и всегда летом, я выбрала вариант на такой довольно высокой подошве. И с лентой вокруг щиколотки, какие-то элементы вокруг лодыжек тоже сейчас очень в моде. Именно поэтому эти из-под рилии попали в эту подборку. При этом они такого телесно-персикового цвета, значит они будут хорошо смотреться на ноге, будут ножку стройнить. Легендарная сумка, наверняка вы все ее уже видели. Это очень интересная модель. И она сюда вписывается как нельзя лучше. И если вы раздумываете, покупать ли такую остромодную модель или нет, как видите, она была супер в тренде прошлым летом, и сейчас она тоже в моде, потому что она очень-очень летняя. Если вы раздумываете, покупать или нет, я вам могу сказать, что на лето такая сумка всегда будет актуальна. Ну и как финальные штрихи, я добавила сюда браслеты. Мне не хотелось нагружать как-то верно, захотелось добавить что-то на руки, поскольку у нас короткие рукава у футболки. И последний элемент это актуальные очки. Желтые стекла, белая оправа в виде сердец. Это то, что придаст этому комплекту ультрамодный вид и добавит ему абсолютную такую завершенность. Второй комплект обсудили, двигаемся к третьему. И здесь костюм. Я без ума от костюмов обожаю эту тенденцию. И на видео вы часто видите меня в жакетах. Знаете, у меня к ним всегда есть низ, какие-то брюки, потому что мне очень нравится эта тенденция. И здесь я выбрала как раз брючный костюм. Причем брюки укороченные, чуть расширенные. Жакет двубортный, на таких двух пуговицах. Он очень красиво будет смотреться. Он такого персиково-кораллового цвета. Это и довольно интересно, но не слишком ярко. То есть это не какой-то там неоново-желтый или какой-то очень яркий цвет, который сразу бросается в глаза. Нет, здесь это все очень деликатно, сбалансировано. Да, цвет есть, но он очень спокойный. Но этот легкий принт, такая вот бежевая клетка, еще смягчает этот персиковый цвет. И в итоге получается очень красивый, очень нежный и летний костюм. Это было бы мало для трендовых комплектов, если бы я вам просто показала костюм с нейтральными аксессуарами. Хотя я думаю, что вы понимаете. Вы добавляете какие-то кеды, либо лоферы. Вы добавляете сумку среднего размера или маленькую кроссбоди. И у вас уже готов модный комплект. Но мы пойдем дальше. И мы будем добавлять трендовые аксессуары. Мы добавим с вами мюли. Мюли это ультрамодная обувь. Она на пике популярности. И здесь я выбрала, пожалуй, самый актуальный вариант. Они с очень вытянутым острым носом. Цвета загара, который будет великолепно смотреться на ноге. И с необычным, интересным низким каблуком. По-моему, он там деревянный, если я не ошибаюсь. Это то, что сразу же сделает комплект супермодным. Но мы пойдем еще дальше. И мы возьмем авось. Я знаю, все относятся к авоськам не очень позитивно. Хотя, на самом деле, интересная вещь. Если она в моде, почему бы не поиграть с этой тенденцией? Я выбрала здесь авоську с переходом цветов, которые близки к нашему костюму. Чтобы не создавать дополнительных контрастов. Потому что я сочла, что здесь уже хватит ярких каких-то деталей. Пусть они мягко сочетаются по цвету. Но я не люблю носить авоськи просто так, чтобы все, что у меня лежит в сумке, было видно. Я люблю, когда часть скрыта все-таки в какой-то косметичке. И здесь я выбрала золотую такую сумку-кошелек. Которую мы вложим в эту авоську. Во-первых, мы получим супертрендовый образ. Это будет очень стильно. И во-вторых, это будет гораздо комфортнее, нежели вы просто берете одну авось, которая абсолютно прозрачная. Из украшений я добавила здесь часы. Здесь можно еще какие-то добавлять украшения. Мне захотелось вот этот вот контраст костюм авоська, костюм мюли подчеркнуть с помощью часов на браслете. Они будут сочетаться с костюмом и еще больше противопоставляться этой авоське. Потому что мы же не будем под авоську брать какие-то спортивные брюки, брать простую футболку, какие-то старые кеды. Потому что тогда это будет смотреться просто ужасно. А в таком сочетании как раз авоська будет играть. Идем дальше. У нас четвертый комплект, не менее модный, чем предыдущие. И попробуйте угадать, с какой вещи я начала составлять этот комплект. Я начала с белых казаков. Когда я составляла трендовый комплект, я поняла, что без этой модной обуви нам не обойтись. И от них уже выросла идея комплекта. Мне не хотелось заигрываться с вестерном, не хотелось заигрываться с ковбойскими мотивами. Я считаю, что одного более чем достаточного элемента. Если мы не делаем стилизацию для сериала «Мир Дикого Запада», например. Вы уже поняли, что мы сочетаем в комплектах не одну трендовую вещь. Поэтому я взяла к этим казакам платье в горошек. Такой сарафан. Как раз, чтобы поиграть на контрасте. Вот этой вот сезонности, с белыми казаками это будет прекрасно сочетаться. Платье тоже в белом цвете. Оно такое свободное. Вот эти вот мотивы ковбойские, боха, они начинают переплетаться. Чем мы можем дополнить? Мне нравятся контрасты в образе. И мне нравятся вещи, которые образ собирают. И лучше всего с собиранием образа справляются именно жакеты. Для этого комплекта я выбрала абсолютно базовый, нейтральный жакет в клетку. Кроме того, мне очень хотелось показать вам, как может работать жакет в небанальных комплектах. Потому что все хорошо его представляют с брюками от того же костюма. Все хорошо представляют его с джинсами. Многие могут уже представить жакет, например, в сочетании с худи и юбкой гофрированной. Но вот таких прямо нетипичных образов не так много. И поэтому я решила сюда добавить именно его. Поскольку платье у нас свободное, нам лучше сакцентировать талию. Если у вас очень высокий рост, вы можете поэкспериментировать без пояса. Такой комплект. Но все-таки в большинстве случаев, если мы сакцентируем талию, это будет смотреться лучше. Чтобы поддержать тему вестерна, я взяла замшевый ремень. Он в целом достаточно нейтральный, но в контексте нашего образа будет очень хорошо работать и связывать все эти вещи. И в завершение модная сумочка. Это тоже пик не этого, а все-таки прошлого сезона. Но сюда она подошла как нельзя лучше. Вы знаете, что мы к антитрендам относимся довольно лояльно и знаем, что все можно обыграть. И сумки, которые были просто итбэк прошлого сезона, особенно за такие деньги, не совсем рационально откладывать. Никогда больше не носить, просто потому что она сейчас не на таком пике. Это вот как раз тот случай. В этот комплект, например, именно эта сумка вписывается идеально. Поэтому она сюда и попала. И в сочетании с этими модными вещами она будет смотреться просто великолепно. Комплект будет завершенным. И последний комплект, на котором я оторвалась по максимуму. Я обожаю перья, обожаю бельевую тематику, обожаю всякие удобные вещи, такие а-ля тапки, какие-то халаты и прочее. И когда они умело обыгрываются в повседневных комплектах, то смотрится очень круто. И вот именно с такой стилистикой мне и хотелось поиграть в этом комплекте. Я выбрала эти великолепнейшие джинсы с перьями по низу штанин. И на мой взгляд, это выглядит просто прекрасно. Эти джинсы уже самые достаточные. И надеть их с жакетом, либо с какой-то футболкой уже будет очень круто. И изначально у меня была идея взять футболку с надписью. Но потом я вспомнила, что комплект с футболкой уже был. И я решила здесь не повторяться и поиграть уже с пижамной тематикой. Именно поэтому мой выбор пал на бельевой топ, такого прямо светлого молочного оттенка. Дальше к этому комплекту я добавила ярко-розовые тапки. Мне так захотелось вниз не нагружающее что-то, но при этом трендовое и интересное. И я выбрала именно эту модель. Дальше можно добавить еще очки ультрамодные, которые завершат наш образ, поддержат его и добавят еще один модный штрих. Это актуальная такая форма cat tie. Очень узкие очки в белой оправе. В принципе, к какому образу вы их не наденете, вы сразу же становитесь практически фэшн-дивой. Но все-таки, если вы берете несколько трендовых вещей и еще эти очки добавляете, то вас можно, в принципе, отправлять на парижскую неделю моды, чтобы вас сфотографировали стрит-стайл. И в завершение комплекта я взяла сумку, такую более женственную, более сдержанную, более спокойную, нежно-розового оттенка, чтобы и розовый цвет поддержать, и связать это с тематикой топа, да, какой-то бельевой, потому что здесь более пудровый оттенок. И, если говорить согласитесь, здесь можно наверх еще что-то добавить, поскольку у нас тонкие бретели, открыты плечи и зоны декольте. Можно добавить что-то на шею. Я думала о чокере. Потом все-таки взяла серьги-кольца, которые тоже актуальны, но взяла их максимально простые, в таком простом серебристом цвете, без каких-то декоративных деталей. Ну что, мы с вами обсудили 5 трендовых комплектов лета 2018. Я надеюсь, вам понравились эти идеи, и я сейчас пущу подряд эти комплекты с нумерацией, и поставьте, пожалуйста, циферку того комплекта в комментарий, который понравился вам больше всего. Ну и напишите, какие комплекты еще для вас составить. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!